Привет, друзья! В этом ролике вас ждет обзор 3D принтера от Creality с абсолютно новыми технологическими решениями. Но без проблем, конечно же, не обошлось. Модель принтера называется Creality CR6SE. На момент выхода этого видео купить его невозможно. Доступен только предзаказ из Китая. И этот предзаказ висит уже несколько месяцев. Я честно не знаю, будет ли он вообще продаваться в том виде, в котором его разослали блогерам. Или вообще его не будет в продаже. Возможно, Creality тестируют новую технологию. А возможно, боятся, что ее раньше времени могут скопировать другие производители. Стол у этого принтера без гаек настройки уровня. И отдельный датчик напрочь отсутствует. Это серьезная заявка, так как стол жестко закреплен на 11 винтов. То есть, мы имеем принтер с абсолютно новой системой автоматической настройки уровня стола. Ноль на поверхность тоже не подается. А здесь вы можете наблюдать, как при печати работает мотор оси Z, компенсируя кривизну стола. Я долго не мог добереть, как реализовано выравнивание стола. Но когда понимаешь, фокус перестает быть интересным. Поэтому давайте для начала распакуем и соберем принтер. Принтер доставлялся из Китая службы EMS. Коробка по внешнему виду не имела существенных признаков повреждений. Лишь вот эта небольшая вмятина на углу. Открываем коробку. И тут всякие разные инструкции. Далее килограммовая катушка ПЛА пластика в коробке. Это экран принтера. Полностью собранная рама. Хот-энд с подсветкой рабочей зоны светодиодом. И еще прикольно, что уже есть силиконовый носок на термоблоке. И вот пошли первые признаки. Внутри коробки лежат какие-то пластиковые осколки. Стол имеет значительный люфт. Так не должно быть. Еще огрызок пластика. И вот само основание с блоком электроники. Оно тоже полностью собрано. На углу профиля рамы была значительная вмятина от удара. Как я понимаю, коробку с принтером швырнули с высоты. И она упала на этот угол. Крепление стола сильно погнуло. Компенсировать изгиб винтов эксцентриками у меня не получилось. И вот все, что было в коробке. Инструкция, собранное основание, собранная рама, экран и катушка. Сам принтер собирается всего на 4 винта. Еще тут в пакете винт натяжителя ремня. В комплекте с принтером указан различный инструмент. Крепеж, сопло, флешка. Но всего этого не было в коробке. И представляете мое разочарование, когда я получил сломанный принтер, да еще и без части комплекта. В ту секунду моя вера в креалити сильно пошатнулась. Но спустя 20 минут я нашел в корпусе принтер выдвижной ящик. И все недостающее оказалось в нем. Весь инструмент, флешка, сопло, винты для сборки. И все это было тут. Кстати, комплектный инструмент очень качественный. Это шпатель-лопатка для снятия моделей со стола. Еще есть вот такой ключ для удобной замены сопел. Кусачки, нормальный рожковый ключ. И даже иголка для прочистки сопла. Сами сопла на принтере какие-то тоже новые. Мне ранее такие не встречались. Внутри корпуса расположился блок питания на 24 вольта и 350 ватт. Вся электроника работает от него. Материнская плата миниатюрная. Она собственной разработки к реалити. В углу указана ее версия. К реалити 3D версия 2.6.3. Драйверы шаговых двигателей тут уже распаяны на самой плате. Но менять их нет необходимости. Так как они тихие. И принтер работает практически бесшумно. Микроконтроллер типовой. От Мега 2560 на 8 бит. Для такой кинематики его более чем достаточно. А тут видно, насколько сильным был удар. Алюминиевый профиль погнуло. Чтобы восстановить крепление роликов, я снял стол. Вдобавок он оказался не утеплен. Поэтому заодно накину на него утеплитель. Чтобы ролики хорошо прижимались, пришлось добавить третий эксцентрик. И заменить пару погнутых винтов М5. А это сам горячий стол. Как видите, он крепится на 11 винтов. Пружинок снизу нету. Стол стоит на стойках. И жестко прикручивается к платформе. Еще от удара пины одного из моторов сильно погнуло. Верхнее крепление сломалось и треснуло. У концевика выдрало язычок. Пришлось его менять. Крепление мотора оси Y тоже было все в трещинах. И его пришлось полностью проклеивать с иокрином с содой. На восстановление принтера у меня ушли сутки. Удар был сильный и многое было сломано. Удар пришелся на заднюю часть основания. Раму тоже зацепило, так как она лежала в коробке рядом. Ну а так, я думаю, принтер можно собрать минут за 30. Теперь принтер собран. И я очень надеюсь, что автоматика сможет выровнять стол. И настроить нулевой уровень. Включаем. В меню есть пункт Level. И тут жмем Auto-Leveling. Принтер далее будет по зонам настраивать стол, создавая карту высот. В инструкции есть предупреждающая табличка. В ней говорится, что во время настройки нельзя трогать тефлоновую трубку и провод сопла. Сначала сопла замеряет ноль. И далее принтер начинает автоматическую настройку. На экране последовательно отмечаются зоны, где был произведен замер. После построения карты нужно выйти в меню на уровень выше. И нажать прицел по центру. Это отправит принтер в домашнюю нулевую точку. И сопла зависнет над столом вот в таком положении. Далее необходимо из меню настроить отступ Z-Offset, опуская или поднимая сопла над столом. Это можно делать даже без листка бумаги, на глаз, чтобы и остался небольшой зазор. Точность тут не критична, так как отступ в будущее можно будет корректировать прямо во время печати первого слоя модели. Заправляем пластик. И запускаем печать с комплектной флешки. 10 на 10 на 50. Ну это видимо какая-то башенка. 200 градусов на сопло и 40 на стол. Маловато. Сразу лезу в меню и корректирую. 60 стол и 210 на сопло. Печать запустилась. Это оказалась какая-то странная башенка. На ней снизу виден явный след от временной недоэкструзии пластика. В общем какая-то непонятная странная штука получилась. Поэтому опять же с комплектной флешки я запустил на печать кораблик Benji. Первый слой у него печатается очень ровно и точно. Но буквально спустя минуту подача пластика полностью прекратилась. И я остановил принтер. Разобрал хотенд и тут увидел как работает датчик автоуровня. Радиатор подвешен на отдельной пластине. И при малейшем надавливании снизу, где-то внутри происходит замыкание контактов. Очень просто и эффективно. Без всяких замеров, без всяких концевиков. То есть получается такой внутренний интегрированный концевик, который зависит от прижатия сопла. Очень просто и эффективно. Внутри радиатора оказался белый кусок какого-то тугоплавкого пластика. Я не знаю что это такое и как оно туда попало. Но даже от 260 градусов этот белый пластик не плавился. Его пришлось выстукивать из канала. Может это втулка какая-то нужная была. Я так и не понял. Тефлоновая трубка должна быть вставлена в хотенд до самого упора. До сопла. Если этого не сделать, то в пустоту будет попадать пластик. И он вызовет пробку, заблокируя подачу. У меня это не первый принтер с подобной проблемой. Уже раза 4 сталкивался. Ошибаются при сборке. После этого перезапустил печать кораблика. Ну вот. Первый слой конечно шикарно ложится. Укладка пластика на очень высоком уровне. Но чё-то я зря запустил этот файл. Кораблик оказался увеличенный в 2 раза версией Benji. И эта печать заняла 8 часов. И было израсходовано излишне много пластика. Ну вот смотрите. Этот кораблик нормального человека. А это кораблище от Creality. Большой Benji очень сильно прилип к столу. Поэтому сразу после того, как я его отодрал, намазал весь стол клеем. На удивление, но клей уменьшит адгезию. Модели будет проще снимать. А стол дольше сохранится без повреждений. Большой Benji получился отличным. Борта у него слой к слою. Далее тестовый кубик. На нём присутствует мелкий гостинг на буквах. Его видно только в отблеске света. Укладка на стенках опять же отличная. Сверху вылезла небольшая недоэкструзия пластика. Поток нужно будет немножко поднять. И на углах видна небольшая инерция. А снизу вообще всё в порядке. Ну а теперь Benji в нормальном масштабе. Как по мне он идеальный. Это ПЛА пластик. Хочу напомнить. Я специально снимаю крупный план, чтобы вы могли увидеть слои укладки. На самом же деле этот кораблик очень маленький. И с расстояния в 20 сантиметров слоёв и полосок уже не видно. И держите ещё несколько примеров печати. Характеристики у принтера следующие. Область печати 235х235 и высотой 250 мм. Есть подсветка рабочей зоны светодиодом. Экструдер зажимной. Тоже нового типа. Мне такие ранее не встречались. Управление осуществляется с помощью цветного сенсорного экрана. Тихие и практически полностью бесшумные дрейверы шаговых двигателей. Плюс абсолютно новая технология настройки уровня стола. Но это всё фигня. Самое важное в этом принтере это ручка для его переноски. Она делает принтер особенным. Как три выступающие камеры на айфоне. Или чёрная полоска посреди экрана. Такую ручку сразу хочется на все принтеры сделать. Моторов на оси Z2. А сверху между ними установлен ремень синхронизации. Для исключения завала оси X. Покрытие стола стекло ультрабаза. Датчик окончания нити филамента. И на всех ремнях принтера есть натяжители. В общем, всё очень и очень достойно. И держите настройки конфигурации принтера и слайсера. Вдруг вам это пригодится. К реалити этим принтерам реально совершили небольшую революцию в мире 3D печати. Стол, который не нужно настраивать. Он сделал все принтеры с гайками прошлым веком. Этот принтер, если он будет продаваться, на 100% заслуживает внимания при выборе. И я буду держать кулачки, чтобы он добрался до вас без повреждений. Спасибо за просмотр. Всем удачного дня. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok